получил от меня семена и прислал фотографии вот смотрите я их зафиксирую а я говорю вы знаете ошибка заключается в том что каждая семечка видите они тут близко друг другу расположены их надо не только небрежно а как-то внутри все вот посыпали на дно песочку и так аккуратненько разложили тут не так много обычно заказывать 10 20 не больше разложили такой слой песка потом еще еще и наконец ради 10 20 заполнили бы банку целиком вот это был бы оптимальный почему когда вот этот первый проснется и выпустит корешок тут сразу станет сухо и соседние они уже чуть не сказал никогда и в этом году уже точно не зайдут вот это спасибо молодец показали вот она вишня жукововская с генами черешни мало песку влага которая вот тут в нем есть перебарщивать нельзя сгниет а чуть суховато не взойдут и так часто бывает у меня в этом году последним это был единственный год когда мне почему-то как сговорились виски не сходят больше половины написали виски не сходят обидно было страшно может мыши у них фотография где такого на открытом месте лежит сольца две кости кришни и все с дырками просверлены все вы догадываетесь что они лежали упали лежали ну кто сказал что будешь и закопаны машине к машине от нюхо есть может быть их просто и не было там но повторяем вот это дополняет целиком не жалеть песку но еще успеваем этот интереснейший момент и так я подружился смотри санчем садовод с украины вот как бы камни не кидали для меня он друг для меня земляк и я готов у него учиться пусть он называет меня учитель его ученик смотрите я первый раз даже внимание против него такая хорошая всхожесть обратил уже господи смотрите тема была такая я сказал что у него еще много добра было саду когда расставил снег в новый год вот видите даты после нового года он взял и начал дальше сыграть такое богатство вы персико-санский богатство для нас северян то может не так а если помог нам продать это было бы чудо кстати ставлю вас известность 820 косточек за 6 осталось 20 персика все вот если бы вот он взял там что-то не бесплатно раздавал попали бы к нам мы были с ним могли как снизу не заработал денег с ним бы я мог заработать денег но не судьба но его второе направление тоже даже более перспективно разбил запоминаем это было после нового года и запоминайте на украине раньше входит весна раньше вымолчил 3 дня вот семнадцатого через три дня заложил на цификацию перелите перелит это замена этого самого песка он по крайней мере не гниет то есть не покрывается плесенью очень хорош вот перелите так дальше но все же прошла неделя наклюнулись уже вы представляете 14 только разбил вот они их по моему чуть ли не 100 процентов до присоединишь вот так вот высадил высокие кассеты благодарю валерий костюм за 7 40 хрячего косточки это сенсор как это саженцами войти торговать там и другие деньги вы сможете хотя бы достойно жить потому что вы этого заслужили достойно жизни имею в руках такое богатство вы почеркнули теперь что вы теперь сказали что будете называть персики казанского железа так ну еще успею сказать время позволяет еще был еще письмо александр матвеев в тумане один из билетов выиграл но и лично и так вы видите на фотографии человека который курочу довел до подложения каждый год укрывал привез мне 20 саженцев это я его дарил вот это я на второй приезд а он мне привез 20 саженцев любого чуда я считал до тот момент я был в самом тяжелом моральном положении я просто пошел и посадил 20 штук в ряд вокруг двух заборов напротив двух заборов и сказал дай пусть подыхают сейчас живы раз два три четыре пять вот я их назвал тот который привитый я назвал в самом расстойке в мире привитые и те которые сеансы были сейчас в самом расстойке в мире сеансы в кино вы видели повторяться не буду самый расцвет именно как минусинский я его назвал минусинский просто взял и назвал минусинский почему потому что александр и все жители минусинского и я его не просил он просто взял привез и говорит дарю тогда для него это было нормально его сад позвучил косточки порастали сам в садимотеку вот взял пришел и подарил он их не мне подарил понимаете вот смотрите пропущу однажды мне подарил он всей стране подарил отсюда пошло он всей стране подарил супер морозостойки если к ней добавить здравый смысл как олег олегович шофер дальнобойщик который не брал руки секатор и не брал пилу сейчас пусти только тех выпущен тебе резюки они только отрежут три-четыре нижней ветки пол персика нет на следующий год вообще его нет мне вот это больше поражает что вы так это ненавидите нижней скелетные ветки чем они вам помешали это у меня эмоции и так происхождение шуты может разновидность красавчик не знаю все может быть но у меня он стал рассвет был вот такой вот его через колец пирс которого не подходил не поливал не утоплял не опрыскивал или забрал все веточки и косточки а потом сергей простил какую-то из них какие-то и отправил видят или отсаживаться краудитому товарищу брянск олегу олегович уменьшен олег олег олегович посылает фотографии вот вся родословная больше ничего у меня нет вкусно или нет сколько сахара не знаю не знаю а вы скажите пирсик бывает не вкусно давайте так посмотреть не вкусно пирсик бывает с такой краской а не капли яду привет как вы меня поддержали вот кто меня поддержал земляк с украины вот и земляк российский я убедил я убедил что надо спасать урожай даже посреди зимы это уже в другом месте у меня есть фотографии где он собирает прям зимой прям не варим и то а я